Эти три дома на улице Пасечная давно попали в поле зрения Сочи-Водоканала. Жители, построенных на участке под ИЖС многоэтажек, регулярно не платят за воду, которые, кстати, подключились без получения тех условий. Накопили солидный долг – более 350 тысяч. О том, что воду могут отключить, жителям напоминали неоднократно. Сегодня Сочи-Водоканал вынужден был пойти на крайнюю меру. «Вот сейчас демонтировали водомерный узел». Все три дома останутся без воды до тех пор, пока не погасят долг и не приведут в порядок документы. Коммунальных благ сегодня лишились и хозяева вот этой квартиры в соседнем доме на Пасечной. За воду они не платят больше трёх месяцев. Долг – порядка 8 тысяч рублей. Там, где был у нас доступ к водомерному узлу, мы его сегодня закрыли, отсекающий вентиль под пломбой. Отключение является самой крайней и вынужденной мерой, а до этого мы готовы искать и находить любые компромиссные решения. Например, оплата частями в какой-то период. Есть управа и на тех должников, которые не пускают специалистов водоканала к водомеру. Это ограничение отведения стока в конкретной квартире. Через чердак с помощью специального оборудования ставят канализационную заглушку, которую самостоятельно убрать невозможно. А за то, чтобы её снять, ещё и заплатить придётся. Долгов у населения перед Сочи водоканалом, с учётом текущих начислений, около 400 миллионов. Из них за 15 месяцев, то есть за 16-й год и за 3 месяца этого года, уже почти 90 миллионов. Это накопились долги просроченные. То есть достаточно серьёзная и внушительная цифра, которую водоканал мог бы упустить и на развитие систем, и модернизацию, и вообще на улучшение качества обслуживания наших потребителей. В Сочи регулярно за воду не платят порядка 2,5 тысяч абонентов. Специалисты Сочи водоканала постучатся в дверь каждого из них. В ближайшее время подобные рейды пройдут и в частном секторе курорта.